Анархотрансгуманизм Анархотрансгуманизм едва ли можно назвать чем-то популярным и хорошо проработанным, хотя он уже отмечен характерным сине-черным флагом одной из многочисленных анархистских расцветок. При этом проблема совместимости анархизма и трансгуманизма носит скорее технологический характер, чем идеологический и онтологический. Оба направления мысли страдают от неопределенности по отношению к условиям их реального воплощения в жизнь. Вполне возможно, что окна возможностей одного и второго где-то пересекаются. Вполне разумный анализ совместимости анархизма и трансгуманизма можно найти у Джона Данхера. Однако это все, так скажем, проблемы становления. Тут можно приводить самые разные аргументы. Например, даже Лосик высказывался о том, что прогресс и технологическая свобода ведут именно к анархизму. Естественно, описывал он это с ужасом. Да, мы сейчас на планете Земля, а колыбель человечества не лучшее место для анархизма. Однако здесь, где же еще зарождаются технологии, необходимые для самостоятельных путешествий на большие расстояния? Кому они будут доступны? Сколько нужно ждать? Нужно ли ждать? Что делать? Наверное, стоит подумать и о других аспектах проблемы, как недвусмысленно выразился Крис Натара. Новые нейрокомпьютерные технологии просто заменят правительство, а любой, кто усилит свои умственные способности до уровня сверхинтеллекта, неизбежно станет социальным анархистом. Если бы так, существование сколь угодно продвинутых интерфейсов между мозгами не гарантирует, что люди будут использовать их в едином демократическом порыве. Создание искусственного интеллекта еще не значит, что он заменит правительство. А если и заменит, то устроит всем анархию, а не что-то совсем другое. Усиление человеческого интеллекта тоже ничего не гарантирует, но это все отдельная история. Наша же гипотетическая ситуация касается в первую очередь космоса и относительно отдаленного будущего. Итак, когда достаточно развитые технологии появятся, примените их на себя и отправляйтесь в звездную даль. Даже если есть риск, что по пути ваш корабль не только догонят, но и превратят в музей космонавтики для межзвездных туристов, пока вы находитесь в гибернации. Если это станет реальностью, то на какой-то исторический период нас ждет превращение, как отметил Уильям Гиллис, в межзвездных отходников-собирателей. Но даже просто в Солнечной системе это вполне может быть космос без диктата государств, без диктата капитала, без диктата бревной плоти. Да, ведь обычным людям в космосе не место. В лучшем случае они успеют поселиться на Луне и Марсе, но дальше пойдут другие. Не забудьте о терраформировании, потому что едва ли кто-то будет подстраивать целые миры под себя, если можно подстроить себя под них. Воистину легче представить ситуацию, когда ты сам себе космический корабль, а если хочешь куда-то спуститься, просто создаешь себе такое тело, какое лучше всего подойдет для выбранного места. Какими же могут быть эти прекрасные постлюди космоса? Как минимум, космическое время и космические расстояния для них не проблема. Это очень сильный тезис, предполагающий выход далеко за рамки привычного цивилизационного дискурса. За космическое время и на космических расстояниях может произойти чуть ли не что угодно, не противоречащая законам физики. Предположим, два космических странника встречаются где-то в космосе, они оба с Земли, но они фактически инопланетяне друг для друга, и они ничего друг другу не должны, и они могут так же легко разойтись. Никакой эксплуатации, подчинения или захвата. Может быть натуральный обмен информацией и веществом, свободная кооперация или же ее отсутствие. Банальный космический этикет. Кто-то скажет, что нет никаких гарантий, что даже в вакууме не нужно всегда рассчитывать на поведение достойное разумных существ. Возможно, происходящее в будущем вполне себе скатится в примитивную космооперу, и никакого анархотрансгуманизма не существует. И жизнь в космосе, какой бы она ни была таким термином называться, не станет уж наверняка. Да, не станет, но почему бы термину не остаться в истории. Историю творим мы сами. Всякое возможно. Все же, нас довольно много. Если даже преслонутый конец истории наступит на Земле, он породит множество новых историй в космическом будущем человечества. Каждый конкретный человек подвержен изменениям. Каждого ждет радикальное изменение его антологического статуса. Вечно сидеть на одной планете не получится. Задумайтесь над этим. Ведь настанет день, когда вы исчезнете с поверхности Земли. Задумайтесь над этим. Субтитры создавал DimaTorzok